Я, кстати, брала интервью директора Челябинского музея. Да, я смотрела. Шуровый мужчина, очень. Да, прям реально такой. Да, он меня повез. Особый. Вон они. Вот. Мы тут свадьбу местную встретили. А вот это наше. Нет, это те же самые, да. У них какой-то... Тряпки, да. Это поизитые христиане, они не мусульмане. Да, ну вот именно это блески, это все, это их. Они тоже сюда приехали? Они приехали в этот. Походу, чей флаг? Посмотри, какой флаг. Красота. Смотрите, какая величественная арка, в которую я вошла. Она просто огромная. Тут гудят за нами, потому что свадьба вовсю. Одни сообщают о том, что у них свадьба, а другие поздравляют тех, у кого свадьба. Кстати, в России тоже такая тема бывает. Вот это вот здание семинарии. Прямо перед нами, да? К сожалению, ты этот кафедральный сейчас не увидишь в нормальном виде. Ну что же. Да, мы такую интересную сцену застали. Ну, конечно, основной кафедральный свободно будет сейчас в строительных местах. Но так же мне повезло. Ну, ничего. Это мы идем с Ануши вдвоем снимаем. Я слушаю, как она рассказывает. Да, вот здание семинарии. Большое пространство очень. Ануш, а вот слева от нас, которое, то что вон там вдалеке, да? Это один из против. Современное такое, да? Современное, как и построенное. Вот. Красивое. Живете, то что, ну, как бы... Ну, для нас это как бы стало обыденно. Да, а для меня это просто четвертый век. Это же с ума сойти. Это уму непостижимо. А какая... Ну, все равно оно стоит. Оно... Невозможно красивое. Жаль, что сейчас... Ну, да, не знаю. Если ее реставрируют, то, наверное, это... Ну, хоть и этой стороны можно. Слушай, интересно, а где-нибудь на кирпичах нет ли тоже вот этих отметочек? Здесь нет. Здесь нету, да, такого? Здесь нет. Есть интересное очень изображение. По-моему, вот там, у нас, вот с этой стороны. Здесь изображен, ну, не лик, а лицо, так скажем, персидского шаха, который собирался здесь все разрушить. Ага, ага. Это договор был. Он же принадлежит к наследию, да? Храм принадлежит... Является наследием ЮНЕСКО. Зверушка. Я зверушка, да? Да. Что мы смотрим? Боже мой, я не педофилка. А ты посмотри, какая... Да, вязь какая вообще шикарная просто. Сейчас я хочу приблизить и посмотреть. Боже, как красиво. Да, и они тоже вставлены. Потому что ты показала эту... А, ты будешь... Да, показала-показала, где она, да. Да, 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 да. О, такого мы еще нигде не видели. Слушай, почему-то оно старше, чем то, что мы видели, но при этом... Это первый с вами фрам, считается, да? Почему же потом не стали делать? Не знаю. Ээээ, кайны... Смечки. Господи, как красиво. Ты посмотри, не видишь, не видишь, а вот прям вот реально. Да. Кто будет наследовать? Да. Да. Там сей... Ух ты! Ээээ! Если столько включу в двойном варианте, тогда да будет. Ух ты! Такая роскость. Я ее так взглядом не вижу. Если бы не телефон, я бы ее и не увидела на камерах. Очень много растительных мотивов. Ангелы. Да, Ануш? Это же ангелы там нарисованы. Анаш? Ага, сейчас я там сидеть. Угу. Ага. Мопа! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Набирает как раз высоту Ничего себе какой кадр был Я с вашего позволения Пойду я хочу насладиться Этой потрясающей вязью Это так красиво Ануш, я так понимаю, это более современное? Нет? Или я что-то... Нет, это все тоже? Это все как есть Она и внешне абсолютно другая Смотри, девушки говорят... Поверните ко мне Мы попали тут случайно на свадьбу Даже не на одну И не на одну, походу, да Свадьба Вон там девочки вышли, которые... Да, девочки, которые... Вот и самолет на посадку идет Я, значит, тоже здесь пролетала Звардноц недалеко Аэропорт Эпичный самолет Да Ну, честно... А ну-ка Ну... Полюбопытствовать же надо Ну, интересно Я на армянских свадьбах не была Ну, тут, скажем так Ничего особо традиционного Ты не увидишь Ну, просто Лица... Не, мам, нам отсюда с руки Так Я так понимаю Гости распределяют Кто будет рис кидать Кто цветы, да? Кто еще чем Монетки У вас монетками осыпают, нет? Рисом, да? Рис, лепестки Нам сказали, чтобы Когда я женилась Говорю, замуж выходила Нам сказали, что Не бросайте В лицо Бросайте хотя бы Под ноги Или на плечи Чтобы... Да-да-да О, нормально, да? Четко При всех делах О, ты завис О, смотрите, как снимают Обалдеть С руки сдает этот друг, конечно Да Потом придется это Я вижу Твою скаймер С телефона Ага Смотрите, вот Современные свадьбы Так снимаются Давай, пошли к молодец Так, свеченник вышел Дети мои Ну, что ж, они не едут Ну, что ж, они не едут Ну, что ж, они не едут Такая невеста красивая Вообще супер Да-да Девочки, давайте быстро зайдем Быстро-быстро, да? Красота Мы слышим жужжание дрона А я зашла Вот в маленький такой притвор Поснимать Такие древние-древние совсем Изображения Посмотрите, как Это совсем другая церковь Очень красивая Очень необычная Тоже такого я не видела Красота Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Какие мощные ступени так как в гарни мы должны подниматься только с правой ноги как здесь необычно это уже вторая такая храмовая постройка как в гарни которая совсем не похожа на христианские святыни боже какого цвета небо обалдеть ты хочешь сказать что они прямо под эти мощи находятся прямо под открытым небом не они раньше были закрыты это место было надо же она его вскрывают да то есть можно в принципе это а 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 необычно здесь это слышит правда правда брабо посмотрите какой огромный кусок отвалился от храма во время землетрясения Мы только видим первый этаж, а он был трёхэтажным, огромным, круглым таким зданием. Очень красиво. Я слышу, как петушки кричат. Такой простор здесь, большое открытое пространство. Вот, здесь находились всякие подсобные помещения. Последний день пребывания мы шарахаемся по торговому центру, по Северному проспекту, и сейчас поедем наверх. Вот, у меня коллега мой очень-очень рекомендовал. Едешь, давай. Так, и там напротив включай кнопку, вон там. А, там же тоже есть. Надо будет этих, да. Да. Закрывайте. А, может, я должна вперёд и отойти? Да, наверное. Ага, всё. Мы сейчас будем выезжать. Едем, едем. Прикольно вообще. Кайф. И Наташа на улице. Завалю, с вами на проспект. Так, всё, давай выходите. Да, сегодня жарко. Ну вот. И Наташа на улице. И вот лифт сам с фонариками. Ануш меня привела в Матэнадаран. Это хранилище рукописи. Так и переводится. Матэнагирь – это рукопись. Даран – это как хранилище. Матэнадаран. А это вот как раз изобретатель? Нет. Матэнадаран, да, он не только изобретатель, ему видение было, как Менделееву таблицей, ему, ну, согласно преданиям, пришёл во сне наш алфавит, явился. Это его ученик Корюн, по улице которого мы, кстати, с тобой сюда и шли. Шли, да. Вот он указывает своей правой рукой на алфавит. И он реально похоронен, можно к его могиле, то есть не то, что можно, каждый год, когда дети учат алфаву, первоклассник вводит к его могиле дать. Торжественную клятву. А я помню, помню, ты рассказывала и показывала как раз, да, да, да. Как бы соответствовать заповедям великого мастера. Мы так хорошенечко так в гору поднимались. Да. Да. О, там подписано тоже, да? Историки. Вот Махетхар Гош, по-моему, тот в середине. Да. Вот он. Ага. Ой, похоже, да. Да, похоже, да. Похоже, то, что мы видели там в Гошеванке. Видимо, действительно, это Мовсис Хорина Ацей, этот человек, благодаря которому армянская история сохранилась, в принципе. О. То есть, основываясь на его трудах, мы имеем представление об армянской истории и дохристианского, и христианского периода. Представляешь, его эти две тысячи лет до сих пор дошли труды его. Мне кажется, что такие люди, это самые главные люди. Не правители, не военные начальники. Ты посмотри, какая красивая. Да, я уже обратила внимание. Это чугун, да? Да, скорее всего. Очень красиво. Мне вообще вот эти решетки нравятся. Там как раз выставочный зал, и оттуда через эту решетку вообще можно... Свет попадает, наверное, на тоже. Потрясающе.